Сегодня 20 октября. 20 октября 1889 года по сообщению одной из местных газет в Самаре начали страховать от несчастных случаев. Воспользоваться новой услугой поспешили местные фирмы Журавлевых и Башкировых. Они застраховали своих рабочих на крупные суммы. Общественность назвала действия самарских купцов добрым почином и выродила надежду, что их примеру последуют и другие. 20 октября 1905 года крестьяне села Царевщина Самарского уезда проявили невиданную сознательность. Самовольно закрыли казенную винную лавку, сняли с нее вывеску и под угрозой разгрома магазина запретили торговать. Таким кардинальным способом местные жители решили проблему пропивания собственных денег. В такой же октябрьский день ровно 106 лет назад земское управо зарегистрировало Устав общества по строительству нового поселения, названного позже Зубчининовский. Устав разработал инженер Евгений Зубчининов. Поселок задумывался для работников железной дороги. Устав запрещал возводить гостиницы, фабрики, горные дома, питейные заведения. Зато здесь появилось много деревьев и других зеленых насаждений. За это жители Смышляевки прозвали соседей инопланетянами. 20 октября военного 1941 года из Москвы в Куйбышев прибыли дипломатические миссии. К приезду дипломатов в запасной столице подготовились основательно. Иностранным посольствам предоставили лучшие старинные особняки в центре города. Так в доме номер 15 на улице Красноармейской разместилось посольство Швеции. На улице Степана Разина 106 английская военная миссия. А дом номер 181 на Чапаевской заняло посольство Канады. 20 октября 1973 года в Куйбышеве открылся дом актера. Здесь разместились библиотека Куйбышевского отделения Всероссийского театрального общества, выставочная площадка и зрительный зал. Сегодня здесь по-прежнему проходят творческие встречи, спектакли, выставки, а также демонстрируют лучшие картины мирового кинематографа. Вечером 20 октября 1986 года в аэропорту Курумыч потерпел катастрофу самолет Ту-134А. Следовавший из Свердловска, ныне Екатеринбург, в Грозный. Пилоты производили посадку на слишком большой скорости. В итоге шасси сломались от удара. Из разрушенных топливных баков плелось топливо и возник пожар. В авиакатастрофе погибли 69 человек. Сегодня день рождения любимой многими игры «Спортлото». Именно 20 октября в 1970 году в московском доме журналиста состоялся первый ее тираж. Самый крупный выигрыш достался москвичке Любови Морозовой. Ей удалось угадать все шесть чисел из 49. На выигрыш в 5000 рублей в то время можно было купить новый автомобиль или кооперативную квартиру. Как распорядилась выигрышем гражданка Морозова неизвестно. Сегодня же народной игре, любимой в том числе и самарцами, исполнилось 44 года. В 20-й день второго месяца осени родились великий князь московский и владимирский Дмитрий Донской, английский физик, открывший нейтрон, нобелевский лауреат Джеймс Чедвик, российский журналист, публицист, теле- и радиоведущий, общественный деятель Владимир Соловьев, актер театра и кино, режиссер, педагог, народный артист СССР Игорь Горбачев. Именинники сегодняшнего дня Марки, Николай, Сергея и Пелагеи. По народному календарю сегодня Сергей зимний. По приметам, если земля 20 октября покроется снегом, то ровно через месяц зима прочно встанет на ноги. На сегодня это все. Продолжим листать календарь памятных дат завтра.